Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Сергей Дудник. Торговая сеть Амбар Хабаровск. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, расскажите, пожалуйста, была интересная сессия сейчас. Говорят, были жаркие, интересные споры. Хочется поподробнее. Да, была сессия по жестким дискаунтерам. Мы обсуждали несколько таких краеугольных вещей вокруг этого термина. Ну и первое, о чем мы говорили, о том, что терминология на тему жестких дискаунтеров, она не устоялась. И на самом деле, что такое жесткий дискаунтер, потребители понимают по-своему, профессионалы рынка понимают по-своему. У агентства Инфолайн, которое у нас информационное в России, одно из основных по ритейлу, они вообще термин для жестких дискаунтеров в понимании потребителя, какой им является, прежде всего, светофор, термин, то мы применяем трэш-дискаунтер или трэш-магазин. Поэтому мы за вот это болтанием с терминологией обсуждали важные, на самом деле, вещи, которые часто не затрагиваются. Тут у нас Аспарка Ленинград, Алексей Илаев всем напомнил про философию, всем напомнил об отделении общества на низшую, среднюю, высшую группы. То, что в каждой из групп тоже есть внутренние группы. И вот деление, исходя из философских разговоров о делении людей на группы, там вот надо искать клиентов для дискаунтеров, но и при этом, он, говорит, напоминает, у нас много в ниши, много бедных, не только в нашей стране, это вообще, в принципе, в мире такая история. И вот, он говорит, здесь важно не обижать людей этими форматами, и не забывать о том, что там должен быть помой, потому что людям и так тяжело с низших групп. Вторая история, третья история, которую мы там глубоко довольно разобрали на сессии, поспорили где-то, это то, что является основой дискаунтеров. Мы сошлись, на самом деле, все на трех вещах. Это узкий ассортимент, удовлетворяющий широкие потребности, но в рамках потребности это всего там 1-2 СКЮ, это одна из основ. Вторая история, это оптимальные процессы внутри магазина. И третьей толпой является правильные логистические процессы, потому что логистика это кровеносная система ритейла. Ну и также были затронуты вопросы, связанные с сложностями на данный момент на уровне поставщиков. Уже есть проблемы с доступностью товара. И это серьезная история, которая на коротком ассортименте дискаунтера ломает полку. Бывает сложно на привычный товар не прийти и не увидеть, и, соответственно, у ритейла от этого трясет, потому что когда шире ассортимент, легче заменами заниматься. Уже ассортимент, сложнее заниматься заменами. И поэтому вот и науты, как раз, когда не бренды, или случайный условно в кавычках товар заходит, они сейчас стали большую долю в полке занимать. А у нас брендозависимое население, мы вторые после Бразила в мире по брендозависимости считаемся. И это как бы не очень приятно. И еще мы обсуждали вопрос, а что такое низкая цена. Потому что есть тушенка за 20 рублей, но она не является лидером в продажах, даже в жестких дискаунтерах. А лучшая продаваемая тушенка в жестких дискаунтерах – это тушенка от 100 до 150 рублей за банку, на которой желательно написано «Госрезерв». То есть это качественный продукт за свои деньги. И вот мы разговаривали о том, что низкая цена – это самая низкая цена на продукт того качества, которое нужно потребителю. И поэтому жесткий дискаунтер – это не должен быть, и не является, особенно те проекты, которые в регионах, там больше ценят потребителя и дают часто очень качественный продукт, который не является самой дешевой в категории, но он качественный. И он является самым дешевым из качественного продукта, который нужен нашему покупателю. Причем, несмотря на кризис, мы вот у себя и коллеги это подтвердили, не ощущаем того, что все массово убежали в то, что есть нельзя. Нет, в принципе, люди активнее ищут лучшее предложение на тот продукт, который они привыкли брать, или на то качество, которое они требуют. Вот как бы основные тезисы я проговорю. Я так понимаю, это было очень сейчас сжато, но при этом уверен, что на сессии было суперинтересно. Жалеете, кто не успел попасть на сессию, и главное, записывайтесь в следующий раз. Спасибо большое за интересное общение и удачи в работе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!